итак друзья всем привет из солнечной долины калифорнии у меня последнее время стали часто спрашивать почему мы перестали делать там такие видео как open house и потом покупку продуктов но open house и как бы такое я уже как-то даже отвечала на этот вопрос и не знаю может быть как-нибудь честно говоря просто не интересно уже ну так совсем вот если бы не в нашей эре в какой-то туда вот мы были когда на борьба да вот меня там были какие-то видео из open house вот но здесь как-то наверное уже не сильно интересно вот а сейчас вот решила все-таки сделать такое видео о покупке продуктов я сейчас забрала соню из школы и мы заскочили в нашу в ральс в наш магазинчик который мы в общем-то часто в котором мы скупаемся вот ну такое вот на сегодня там не кое-что купили в общем то что вот конкретно вот я у меня глаз на что у меня упал вот то что и купили вот поэтому сейчас вам покажу значит я как-то уже рассказывала что у нас ральс такой довольно таки большой магазин у них есть полностью свой кондитерский цех у них есть там мясной цех да у них есть и цвет там где они делают салаты всякие закуски нарезки ну все 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 абсолютно вот и по поводу выпечки вот у них вот естественно свой хлеб и хлеб который не продался да например вот с утренней партии или с ночной партии он сразу идет на оценку вот видите 26 сегодня вот 26 вот он стоил доллар 60 я его купила за 80 долларов я всегда пытаюсь покупать продукты по возможности если можно как бы экономя на этом потому что я ну не вижу я смысла платить переплачивать если можно купить это дешевле не там как-то один умник какой-то там написал ой говно какое-то покупаете все просроченное все бей-бей-бей ну что я могу ответить дай бог чтобы вам так всю жизнь покупать говно просроченное и бей-бей-бей как говорится потому что все все продукты свежие вот опять же вот этот фарш да вот видите написано что использовать или заморозить до 3 сентября сегодня как я сказала 26 августа испорченный продукт нет стоил фарш 6 чем-то я купила за 2.99 за 3 доллара то есть опять же скидка да вот 33 50 долларов я лично что это хорошая скидка дальше вот такая вот петрушечка тоже петрушка у нас днем с огнем не сыщешь дорогая не знаю почему ну как потому что жара наверное но вообще петрушку найдут сложности с петрушкой вот она стоит до доллар 80 по моему что такое под два доллара вот ну вот я видите тоже за 99 это вообще у них такая вот фишка вот 99 центов это у них такая вот фишка вот дальше вот такой вот как бы дрессинг и маринейт можно использовать и как заправку для салата и как для маринада тоже он стоит что-то вот под 7 долларов ведь потому что органик я еще взяла потому что я почитала ингредиенты вот посмотрите вот здесь вот ингредиенты очень хорошие ингредиенты ничего химического кто понимает по-английски читайте вообще ничего то есть это подсолнечное масло лимонный сок оливковое масло горчица уксус вода опять же семена горчицы соли турмирик и какие-то специи и чеснок все 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 как видите вот написано там органик органик ну короче поэтому тоже я считаю извините за доллар прекрасно вообще его надо болтать я честно говоря его нерв не брала раньше надо будет попробовать вот потом вот такой вот мы берем бальзамический уксус я очень его часто использую везде и салаты добавляю и в маринады и все 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 он у меня очень как бы такой действенный продукт он стоит три 361 ну 370 где-то что-то так я к сожалению забыла чек я у нас получается там я всегда обслуживаюсь как бы на самообслуживание там есть аппарат для самообслуживания чтобы в очередях не стоять быстренько подошел все чик 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 пробил и все и чек когда вылетает я его частенько не беру или забываю или да он мне не нужен как бы бывает вот поэтому вот не взяла поэтому приходится вам верить мне на слово вот два огурчика взяла но это не какие-то не очень я чисто и взяла потому что сейчас буду делать салат и их почищу сейчас и в салатик покрошу огурчики вот эти два по моему там на доллар что такое долл доллар может несколько центов так лучок 50 центов обыкновенный уже для салатика теперь вот такая вот бруссельская капуста тоже посмотрите ну что вот она испорченная что что с ними так все с не так все с ней прекрасно какой тут использовать до 28 числа вот если вам видно не знаю ну вот то есть конечно же вот сейчас приготовить а можно заморозить ну короче я в общем то не морожен я почему бы нет он пошел и купил себе свежие она стоит где-то тоже 650 что ли вот или 550 не буду врать ну вот видите цена вот такая дальше я взяла виноград вот этот виноград здесь около килограмма вышел он на три с чем-то там 320 330 что такое очень вкусный виноград это дамский пальчик тонюсенькая шкурочка без единой косточки классный обалденный виноград очень хороший вкусный вот так вот он выглядит так и я взяла рыбку тоже будет она сейчас нам покушать это wild catch как я всегда говорю что мы другую рыбу я не беру вот цена у нее вот вышла как бы на 1274 до но с карточкой так как мы как бы члены до этого магазина вот такая вот цена сейчас я вам покажу как она выберет выберет выглядит два кусочка нам сейчас на обед взяла потому что фриц не ест да ну он и не ест но его и нет он как бы на работе вот а вообще он такую рыбу не ещет вытащу я не могу что я буду сейчас готовить поэтому вот такая вот прелесть вот такая шикарная рыбка причем знаете они продают целыми такими филе и просто вот ты говоришь на сколько тебе надо вот я сказал два порционных кусочка вот мальчик у меня спросил каких вот таких я вреда вот таких и вот он знаете да мне так понравилось он отрезал не с хвоста он отрезал не сначала где знаете где вот голова и вот кусочек такой вот он как бы ну вот такой неровный некрасивый такой вот такой вот выемкой он этот кусочек отрезал и вырезал мне конкретно вот серединку два вот таких вот кусочка ну правда приятно вот так что вот так вот за все за это я потратила 27 копейками ну в общем то как бы нет ничего особенного да ну вот рыба да там вы поднимите цену рыбы 10 19 и вот за все я же говорю 27 там какие-то 3 копейки вот все вот такое вот небольшое видео в общем мы продолжаем то что мы привыкли кушать мы продолжаем не кушать американский джанк фуд который в общем-то я борюсь очень я на самом деле не очень борюсь только тоже так она может что-то иногда съесть но я не могу сказать что вот за три года у нас поменялись вкусы к еде и мы стали кушать какие-то там бургеры из макдональдса там и картошку и всякую да конечно мы можем иногда это съесть но кстати в макдональдсе мы ни разу так и не были вот есть тут такое кафешка хаббит называется вот у них там очень прилично очень так все здорово вот мы может пару-тройку раз там ели он так и есть там чизбургер гамбургер в общем то там ты выбираешь себе хлеб какой хочешь там можно зерновой вот такой вот хлеб да как мы любим можно там всякие добавки вот у них там более-менее прилично но все равно при этом я же говорю вот мы пытаемся мы едим мы сейчас вообще практически перестали есть мясо я не знаю с чем это связано как-то автоматически так получилось сонька вообще она только есть вот рыбу и курицу я так нет нет могу фриц когда вот на выходные он там предпочитает готовить какое-то мясо ну как правило это говядина конечно же там телятина вот какие-то стеки я могу еще так нет нет съесть в охотку а по большому счету вот тут он все равно мы как-то сейчас переключились больше на курицу и на рыбу я не знаю почему как-то оно само может летом жарко просто не хочется такое ничего есть не знаю все в общем наболтала кучу всего видео о том как я искала работу еще впереди все так что ждите все всем пока всем еще раз ребята девочки мои любимые спасибо спасибо огромное за ваши теплые слова за поздравления за поддержку спасибо всем всем пока